Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Дина Наумова. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Бездомные собаки все чаще проявляют агрессию. Что с ними делать? Пыталась разобраться наш корреспондент. Серьезный вокальный кастинг и многочасовые занятия хореографии. На сцене школы номер 65 прошла премьера бродвейского мюзикла «Красавица и чудовище». Нам нужна одна победа. Магнитогорский металлург в шаге от того, чтобы впервые за три года преодолеть стартовый раунд плей-офф. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Сотрудники госавтоинспекции фиксируют резкий рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Меньше чем за неделю травмы разной степени тяжести получили уже трое несовершеннолетних. Как это было и кто виноват? Ответы в сюжете Елены Тимофеевой. Это видео мама маленького Вадима смогла посмотреть только раз. С момента этого ДТП на улице Маяковского прошла уже неделя, но ей до сих пор плохо от единожды увиденного. Восьмилетний сын только-только начал самостоятельно ездить на занятия, как сразу же с ним случилась беда. Я вины за своим ребенком не считаю, потому что он вышел, он все-таки посмотрел, что машина первая остановилась. То есть он дождался, пока она остановится, а потом только начал переходить дорогу. А второй, видимо, начал разгоняться и не успел. За рулем автомобиля «Лада» был 45-летний мужчина. Он предложил Вадику поехать в больницу, но испуганный мальчик отказался садиться в машину к незнакомцу. Мужчина уехал. Уже позже врачи травмопункта диагностировали у ребенка, ушиб стопы с разрывом сосудов. Чтобы найти виновника аварии, потребовались сутки. Помогла запись авторегистратора. На 12 марта назначен суд. Водителю грозит лишение прав на срок от года до полутора или административный арест на 15 суток. В своем объяснении водитель пояснил, что после совершения дорожно-транспортного происшествия он вышел из автомобиля, чтобы оказать помощь ребенку, поскольку ребенок отказался от помощи и визуальных травм водитель не увидел у ребенка, поэтому, не придав этому значения, он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. ДТП на улице Маяковского положило начало непростое для госавтоинспекторов недели. За первые дни весны статистика аварии с участием детей пополнилась сразу тремя случаями. Один из последних произошел здесь, на Галиулино. Водитель Лады, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному БМВ и после столкновения с ним совершил наезд на двух пешеходов, стоявших у дороги. Женщина с дочерью примерно вот так же, как я, стояли на обочине дороги, когда на них налетел автомобиль. Здесь нет ни парковочного кармана, ни пешеходного перехода. С какой целью они вышли на опасный участок дороги, инспекторам ГИБДД еще предстоит установить. Мама пока не дала объяснений. Сегодня мама Наталья находится в неврологическом отделении 3-й городской больницы. Восьмилетняя Маша госпитализирована в детское медучреждение. И как пояснил водитель автомобиля БМВ, который двигался по улице Галиулино, он заметил двух пешеходов на расстоянии примерно 10 метров, стоящих на обочине, с правой стороны. Он предположил, что они будут переходить проезжую часть дороги. Для привлечения их внимания он подал звуковой сигнал. Женщина и ребенок отошли назад на незначительное расстояние. И впоследствии на них уже был совершен наезд. А вот виновника ДТП, случившегося на этом месте, днем 7 марта, госавтоинспекция разыскивает до сих пор. Автомобиль светлого цвета, предположительно марки Хэнде, сбил 6-летнего мальчика и уехал. Ребенок сегодня лечится дома. Кстати, по улице он шагал вместе с отцом. Но учитывая, что на мужчину в итоге был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, папа не очень беспокоился о безопасности сына. Не забывайте проводить ежедневные беседы со своими детьми о правилах безопасного перехода проезжей части дороги. Особенный акцент на нерегулируемые пешеходные переходы, о том, как их правильно переходить. И самое главное, научить ребенка, прежде чем перейти проезжую часть дороги, нужно убедиться в безопасности перехода. Елена Тимофеева, Вячеслав Гусев и Владимир Ровенский. Телекомпания ТВИН. Проблема, которая стоит особенно остро. В Магнитогорске с каждым годом становится все больше бродячих собак. И как жалуются в социальных сетях горожане, количество пострадавших от четвероногих тоже растет. Многие животные ведут себя агрессивно. Подробнее о ситуации и о том, каковы пути ее разрешения, расскажем далее. Путь от дома до детского сада и обратно, словно полоса препятствий. Жительница Магнитогорска Галина Куцый рассказывает, она живет в одном из левобережных поселков и боится выходить на улицу. Там базируются стаи собак. Больше всего женщина опасается за маленькую дочь. Иногда лает, иногда подходит близко. Просто неудобно, ребенок не может выйти сюда, на связи за ребенком. С оглядкой гуляем, снег, допустим, чистим, далеко не пропускаем ребенка, чтобы она вышла там на дорожку погуляла, чтобы рядом с ней, рядом с ней. Прохожие вторят Галине, они тоже не чувствуют себя в городе в безопасности. Маяковского 21А, вот за кинотеатром «Мир». Там 8 собак бродячих ходят каждый день. Страшно проходить, страшно. Потому что они между собой то начинают драться, кусаться, валят там одну, которая поменьше, начинают на нее нападать, да верещит. Ну, страшно проходить. Жителям Левобережья приходится особенно нелегко. Люди говорят, уже знают все излюбленные локации четвероногих бродяг. Одно из таких мест – гортеатр. Здесь собаки чувствуют себя вольготно, да и люди, кажется, к ним привыкли. Вот вы сами видите, какие они сидят, вот только и ждут пирожка, да хоть какой-то кусочек. Нет, вот именно эти очень добродушные. Они привыкли, что их и поглаживают, и подкармливают. Да вы сами посмотрите, какие малашки. А вот Галей Саитович ничего милого в них не видит, говорит. На каждую прогулку идет с некоторой опаской. Собаки на людей бросаются. Вот идешь, вот с магазином выхватывают сумки. Но не кусали. Да может кусают, но не кусали. Кому-то повезло меньше. В социальных сетях в последнее время немало жалоб и реальных историй нападений, рассказанных магнитогорцами. Там же и документальные подтверждения полученных травм. Сегодня шла мимо магазина по улице Панькова, 36. Две овчарки сидели возле магазина. Я увидела, как одна из собак бежит на меня. Собака укусила. Мужчина рядом стоял, напугал ее. Съездили, сделали укол. Еще предстоят два укола от бешенства. Сегодня на меня напала собака. Руку не прокусила, только порвала немного куртку. Молодая черная собака с биркой. Я ее не провоцировала, не махала руками. Шла спокойно и думала о своем. Нужно уже что-то делать. А я просто оставлю это видео здесь. Местоположение – проспект Металлургов-3. Как от них отбиваться одному, даже не представляю. Между зоозащитниками и потерпевшими в комментариях под каждым сообщением кипят нешуточные страсти. Люди не стесняются в выражениях, споря о том, как нужно решать проблему. Мнения по поводу бродячих собак разделились. Одни считают, что оставлять их в покое и позволять им и дальше нападать на людей категорически нельзя. Другие уверены, это наша карма за то, что в свое время мы предали тех, кого приручили. Даже если не принимать во внимание эмоциональную составляющую, нельзя не признать. Проблема существует. Более того, становится все масштабнее. Но решать ее радикальными способами, конечно, нельзя. Отстрел бродячих животных запрещен. Основной нормативно-правовой акт, регулирующий работу в данном направлении, это федеральный закон под номером 498, который был принят в декабре 2018 года, а его основные положения вступили в силу 1 января 2020. В соответствии с данным законом прописаны определенные мероприятия в отношении безнадзорных животных. По большому счету они сводятся к тому, что производится отлов животных. Затем животное немедленно доставляется в приюты, где с животным проводятся надлежащие мероприятия, основное из которых это вакцинация и стерилизация животного. После определенного периода передержки животного в приюте, если оно не проявляет немотивированную агрессивность, такие животные подлежат выпуску в ту среду обитания, откуда они были изъяты. Если проявляют агрессивность, тогда эти животные не подлежат выпуску в окружающую среду, а подлежат пожизненному содержанию приюта. Также в ближайшее время на выезде из города начнет действовать государственный приют, созданный на базе Агаповской ветеринарной станции. Он также будет обеспечивать прием животных для содержания и для проведения всех необходимых манипуляций с ними. Возможно, открытие учреждения станет хоть каким-то решением проблемы. Одновременно в стенах учреждения разместятся 300 собак и 200 кошек, и, возможно, кто-то из животных, находясь на передержке, найдет свой новый дом и любящих хозяев. По крайней мере, на это, несмотря на разногласия, одинаково сильно надеются как зоозащитники, так и их оппоненты. Но это в перспективе. А пока важно отметить, подать заявку на отлов бездомных животных может любой житель Магнитогорска, позвонив в приемную управления охраной окружающей среды и экологического контроля администрации города. Продолжаем программу. Один из лучших мастеров комбината, Максим Пинашин, трудится на участке шламового хозяйства рудобогатительной фабрики. Его стаж работы на ММК составляет 21 год. За это время он внедрил в производство немало раз предложений и воспитал более десятка младых специалистов. Евгения Целохудинова расскажет о мастере подробнее. Участок шламового хозяйства – один из четырех основных участков рудобогатительной фабрики. На этой схеме он весть как на ладони. На деле каждый из объектов расположен на расстоянии нескольких километров друг от друга. Мастер участка Максим Пинашин ежесменно обходит подбедомственную территорию. Количество проделанных шагов не считает, но и без трекера может сказать их несколько тысяч. Территория шломохранилища у нас полторы тысячи гектар. Здесь у нас находится пульпонасосная станция номер один, пульпобак, куда у нас сбрасывается, принимается вернее шламы и по этой схеме мы перекачиваем все это на шломохранилище номер два. Расстояние от первой насосной до шломохранилища порядка девяти километров. Основная задача мастера – следить за работой участка в целом и контролировать труд ряда специалистов. Под началом Максима Сергеевича 37 человек. Наша работа заключается в обслуживании гидротехнических сооружений. У нас шломохранилище номер два второго класса. Здесь это отсеки складирования отходов гордонообготительного производства и металлургических цехов. Все это мы здесь аккумулируем в емкости и систему гидротранспорта перекачиваем в шломохранилище, в отсеки хвостов. На участке прокачивается 3000 кубов воды в час хвостов и шламов. В месяц транспортируется порядка 3,5 миллионов кубометров. С тех пор, как Максим Пинашин пришел в цех, уже немало воды утекло. На комбинате он трудится 21 год. Сначала работал бункеровщиком на дробильно-обогатительной фабрике сульфидных руд. Затем грохотовщиком, дробильщиком. После окончания вуза был переведен на должность мастера по ремонту оборудования. Мастером участка шламового хозяйства стал в 2015 году. Специалист он высокого уровня. Долгое время работает в данной должности. Человек отзывчивый. Люди к нему относятся хорошо. Хороший, знающий специалист, к которому обращаются за помощью. Которого, в принципе, слушают и нормально воспринимают, как нормального руководителя. По итогам прошлого месяца Максим Сергеевич был признан лучшим по профессии. Своё мастерство он и до этого демонстрировал не раз. РАЦ принимал в своё время участие в различных профсоревнованиях. Совместно с коллегами выдвинул ряд РАЦ предложений, часть из которых была внедрена в работу. Стальные трубы, например, мы заменили на пластиковые, которые ходят в 6 раз дольше. Труба, это стальная, год ходит, два, если её поворачивать. У нас пластика более припеленная, она ходит 6-7 лет. Работ по реконструкции на участке в последнее время было проделано немало. Это подразделение одно из старейших на комбинате. Также мы в этом году приобрели в цехе водоснабжения два насоса. Цены 3000, они по отношению к нашим насосам более современные. Ну и также в планах у нас на ближайшее время это поменять ещё одну РОФовскую нитку. Это те нитки, которые лежат именно отсюда, протяжённостью порядка 8 километров. Заменить стальной водовод диаметром 820 миллиметров на пластиковый диаметром 500 миллиметров. Активное участие в реализации всех планов примет и Максим Пинашин. Его опыт, мастерство и умение мыслить рационально тут придутся как нельзя кстати. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. К другим темам. Бродвейский мюзикл на школьной сцене. Старшеклассники поставили красавицу и чудовище. Театральной традиции 65-й школы ежегодно силами учащихся делать спектакли уже больше 30 лет. И не случайно это образовательное учреждение с музыкально-эстетическим уклоном. Гримёрная, костюмерная, репетиционная площадка. Всё в одном спортзале. Что замечаешь, в этой суматохе нигде нет педагогов. Они наблюдают со стороны. И так с момента начала подготовки этой театральной постановки. Ну вот такие творческие дети попались, которые сами решили выбрать спектакль «Красавица и чудовище». Мы им дали все карты в руки. Они сами сценарий написали. Так получилось, что у нас оказался и свой хореограф среди детей, и свой творец по костюмам. Ну и всей параллели десятых классов пришлось вспомнить, что когда-то они занимались в хоре. Серьёзный вокальный кастинг был на главной роли «Чудовище» и «Бэль». Я дома пела при любой возможности, потому что хочу я этого или нет, у меня это заедало в голове. Это достаточно большая ответственность и честь. И я этому, конечно, безумно рада. Но я думаю, что меня выбрали из-за того, что я и пою, и танцую. И, ну, видимо, харизматичная, раз меня всё-таки выбрали. Банчук! 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 На боковой школочке всегда готовы, насыщий хлеб продать всегда. Каждый день, как ручая, начинается завтра в городке и шумакам. Есть вокальные номера, а есть просто диалоги. И вот надо было уложиться в этих диалогах так, чтобы вовремя зазвучал следующий вокальный номер. Вот это было самое сложное. Этой сценой может гордиться художник-декоратор. Она же здесь и актриса. Костюмы канделябра, чайника и малютки чашки, часов, детали костюма чудовища. На это ею были потрачены все зимние каникулы. Так как у нас возможностей не так много, по большей части костюмы были сделаны из легкодоступных материалов. К примеру, картон, краска, пенополистирол, бумага, клей, гуашь. Ну, такое детское. Еще одна составляющая мюзикла – танцы. Хореографию на себя взяла воспитанница студии «Дети-магнитки». Это был ее первый опыт постановки театральных номеров, в числе которых и главный финальный бал. Я очень горжусь многими движениями из вальса, то, что там ребята вообще почти не танцующие. И у них получилось станцевать, получилось сделать поддержки в парах. Мы смогли сделать синхрон в парах. Спектакли десятиклассники в 65-й школе традиционно ставят к встрече выпускников. Но в этом году она, увы, не состоялась. Зато мюзикл увидели нынешние учащиеся, педагоги и мы. Галина Смирнова, Надежда Кенаш, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорскому «Металлургу» осталось сделать один победный шаг, чтобы впервые за три года преодолеть стартовый раунд в плей-офф. В пятом матче серии против «Бориса» подопечный Ильи Воробьева снова продемонстрировали завидную результативность и сумели выиграть солидным отрывом. О яркой встрече расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В ворота «Металлурга» в этот вечер вернулся Василий Кошечкин, который неудачно сыграл в первом матче серии. Этот выбор поначалу вызвал тревогу у многих болельщиков, но дальнейшие события показали, что тренеры были абсолютно правы. Опытный голкипер сыграл блестяще, отразив 28 бросков. А вот его коллега Йони Ортио уже на второй минуте неудачно послал шайбу вдоль борта, Филипп Хольм бросил издалека, Максим Карпов пытался добить, но безуспешно, однако Сергей Мазякин здорово завершил, начатая партнерами. Гости ответили несколькими опасными атаками, но магнитогорцы были еще опаснее. Отличные шансы забить упустили Николай Голдобин, Тейлор Бек и Николай Прохоркин. И все же на свой второй гол хозяева наработали. Голдобин в большинстве классно доставил шайбу в зону, Григорий Дронов довел ее до Прохоркина, и тот великолепно бросил в дальнюю девятку, а Семен Кошелев удачно закрыл обзор вратарю. 2-0. Впервые в этой серии Металлург сумел выиграть стартовый период. Хорошо настроились, наверное, хорошее было движение, ну и в принципе реализовали моменты, у нас не так их было много, но два гола забили хороших, я думаю, в этом причина, что реализовали моменты. Второй период, лучший для Металлурга в этой серии, начался непросто. Борис пошел вперед, но сбил свой атакующий прорыв очередным удалением. По ходу розыгрыша большинства, хозяева снова показали необходимую цепкость и нацеленность на ворота. И в конце концов, классные действия Сергея Плотникова и Николая Прохоркина помогли Николаю Голдобину забить свою пятую шайбу в плей-офф и единолично возглавить список лучших бомбардиров и снайперов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Увы, небольшая потеря концентрации обернулась нарушением уже со стороны магнитогорцев, и Кертис Волк с убойной позицией расстрелял ворота. Но Металлург не позволил интриге обостриться по-настоящему, хотя и пережил несколько неприятных минут. Под заново с периода хозяева сбили порыв соперника сразу двумя голами. Сначала им удалось провести смену прямо по ходу позиционной атаки, и Тейлор Бек, получив отменный пас от Андрея Нестершила, впервые забил в этом плей-офф. А всего через 44 секунды свою дебютную шайбу в серии после паса Филиппа Хольма забросил и Денис Расмусон. 5-1, и оставшиеся 23 минуты встречи превратились в формальность. Гости по инерции пытались атаковать, Металлург при возможности отвечал, но голов зрители больше не увидели. Хорошая игра, хорошая победа, да, мы забили хорошие голы, готовимся к следующей игре. О следующей, шестой игре, магнитогорские болельщики искренне желают стать последней в серии. Прямую трансляцию из Нур-Султана смотрите в нашем эфире в пятницу, 12 марта, в 18 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tv-deficient.ru. Всего доброго и до встречи.